Добрый день, уважаемые студенты! Все хозяйственные операции можно свести к обозначению тремя словами. Люди, продукт, прибыль. На первом месте, конечно, стоят люди. И если у вас нет надежной команды, то из остальных факторов мало что удастся сделать. Удается сделать. Так сказал основатель бизнеса США Лия Кока. Это человек, который начинал свой бизнес с нуля, 8 раз его терял, и в конечном итоге сейчас его признали во всем мире. Тема сегодня нашей лекции – кадровый менеджмент организации. И предмет у нас также называется кадровый менеджмент. Цель сегодняшней лекции – понять сущность, необходимость и роль кадрового менеджмента в управлении предприятием. Сегодня мы должны рассмотреть три вопроса. Первое – это управление персоналом как механизм реализации кадровой политики. Второе – это кадровый менеджмент как профессиональная деятельность. И третье – функции и структуры кадровых служб управления персоналом. Актуальность кадрового менеджмента в современных условиях выражает управление отношениями управления персоналом по формированию его, по его использованию и как фактор повышения ее конкурентоспособности в долгосрочном развитии, обеспечения эффективности и успешности достижения поставленных перед персоналом целей. Необходимость кадрового менеджмента связана с разными причинами. Это переход на частную собственность, изменение отношений между работниками и работодателем, между сотрудниками и руководителем, изменение условий функционирования организации, нестабильность и непредсказуемость на рынке, постоянный рост конкуренции, быстрое устаревание профессиональных знаний, дефицит необходимых кадров, узкой специализации, менеджеров всех уровней и так далее. И фактически кадровый менеджмент – это целенаправленная деятельность, обеспечивающая не только рациональное использование способностей человека, как в интересах организации, но и в его личных интересах. Основная цель кадрового менеджмента сегодня – удовлетворить потребности организации квалифицированных кадров и эффективно их использовать. А глобальная цель кадрового менеджмента состоит в формировании и развитии, реализации кадрового потенциала фирмы для получения общего эффекта. Она может выражена в достижении четырех целей. Первое – это полное удовлетворение потребностей клиентов. Второе – это получение максимальной прибыли. Третье – это обеспечение имиджа предприятию. И четвертое – это предоставление персоналу любимой работы. Сегодня мы, сталкиваясь с работой с управлением персоналом, реализуем кадровую политику на местах. И эта кадровая политика упирается в следующие показатели. Это оценка уровня человеческого капитала, воспроизводство и востребованность кадрового потенциала, уровень кадровой культуры в области управления, а деструктивный протекционизм управления персоналом как механизм реализации кадровой работы. Согласно нашей сегодняшней представленной схеме, мы видим миссию организации. Фактически, миссия организации сегодня предполагает целую систему. Эта система управления, она как бы состоит из кадровой политики организации и организационно-должностной структуры. Фактически, система выполняет следующие функциональные подсистемы. Во-первых, это планирование персонала. Во-вторых, это найм и учет персонала. В-третьих, его оценка и адаптация. В-четвертых, это административно-служебные и трудовые отношения. В-пятых, это развитие персонала и управление карьерой. В-шестых, это мотивация персонала. В-седьмых, это методическое обеспечение кадров. В-восьмых, это развитие организационных структур управления. В-девятых, это правовое обеспечение системы. В-десятых, это консультационное обеспечение системы. и также информационно-аналитическое обеспечение системы управления персоналом. Фактически все это выполняют менеджеры трех уровней управления. Это высшие менеджеры, топ-менеджеры, мы говорим средние, middle-менеджеры и малые группы, то есть менеджеры уже маленьких отделов или служб. Административный регламент службы управления персоналом фактически разрабатывается заранее и утверждается по управлению специальными правилами, регламентом, графиками. Ну и как на производстве мы должны придерживаться принципов кадрового менеджмента. Сегодня, если мы посмотрим основные компоненты кадровой политики, мы увидим шесть основных компонентов, которые обязательно предприятие должно держать в порядке. Во-первых, это планирование и прогнозирование кадров. Во-вторых, это привлечение, отбор и наим кадров. В-третьих, это мотивация и вознаграждение персонала. В-четвертых, это управление информацией. В-пятых, это обучение и развитие кадров. И в-шестых, это перемещение и вывод персонала на пенсию. Сегодня в силу того, что на рынке усиливается конкуренция и в силу того, что сегодня каждый предприниматель старается получить максимальную прибыль при минимальных издержках, кадры фактически решают все. Поэтому каждый предприниматель стремится или должен стремиться к тому, чтобы создать единую команду, которая сегодня и сейчас выведет его предприятие к основным целям и получению четырех своих основных целей. Это получение максимальной прибыли, самое главное – получение имиджа, также, чтобы персонал был довольный. И все эти цели, все три цели одновременно будут автоматически выполняться, если мы будем делать цель удовлетворения потребностей своих клиентов через выпуск необходимых товаров и услуг, которые сегодня востребованы и которые обладают платежеспособным спросом. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok